Дима Пеппи Комментировать на этом канале Все это дело для вас будет Ланигира Соответственно мы посмотрим Best of 1 сейчас И посмотрим Best of 3 серию потом Надеюсь, что все будет хорошо И вам понравится, мне понравится Команды отыграют замечательно В общем, как-то так Пока Team Empire против Monolith Что можно сказать про эти коллективы Хотя бы в рамках непосредственно противостояния Вот в открытых квалах Только что, буквально час назад Мы видели, как Monolith одолели Winstrike Что достаточно мощно Как по мне Team Empire встречались с Marley Rina Esports Из тех коллективов Которые так более-менее на слуху Были также Повержены Повержены, повержены Да, на самом деле как-то А, Imperial Pro Gaming еще вот из интересного No Name Esports Ребята, которые также частенько проходят Во вторые дни открытых квалификаций Различных турниров То есть на мейджоры На каком-то я точно их видел В общем, любопытный достаточно Тоже путь был у имперцев Ну вот и предпоследний матч серии Открытых квал Посмотрим, докуда все-таки смогут Ребята дойти Возможный соперник Победителя этой пары Это либо Fly to Moon Которые есть из себя Стаг Аркану, Фьера и Фена Либо белорусский коллектив Мара Там я особо никого не знаю Там Кураками, Хеллскрим Диксел и так далее Ну, ребят этих я, если честно, не знаю Ладно, давайте в стадию драфта Переключаться Посмотрим, что тут интересного у нас будет иметься Джиггернаут Лич для Team Empire Коттл Медуза для Monolith Любопытно, кстати, убедить Keeper of the Light Потому что до этого Вчера стримил я матча Винстрайк Они этого Коттла чаще всего В первой стадии оставляли в банах Кстати, так же, как и Лича Который здесь тоже в пике присутствует уже Ну и по банам непосредственно Самим пройдемся Посмотрим, что к чему Есть Элдер Титан Свен Разор Таск От Team Empire В свою очередь Монолит не хотят видеть Оппонента Тинни Эр Спирита Магнуса И Манки Кинга Вот такие вот дела Ну, кстати, бан Манки Кинга На что нам может намекать? Что какой-то там Что-нибудь типа Акса Бристалбека Может быть появится Кто знает В принципе Возможная синергия Акса И Keeper of the Light Любопытная Опять же Дополнительные дизейблы Под которые там Медуза сможет раскистовать Свой ультимейт Почему нет? Сам Акс Периодически появляется На прост сцене Забирают Каких-нибудь Два Сталт щита И идут Танковать Крипов Между там Т1, Т2 Или Т2, Т3 Вообще Так что Почему бы и нет? Посмотрим Как это будет работать Пока Предпоследний бан Второй стадии От Team Empire Это Doom Ну Doom Кстати тоже один из сильных Хардлейнеров Сейчас Увидели кстати Мы в прошлой игре От Monolith Бэтрайдера И он там был Шикарен Бэтрайдер Реально Один из Персонажей Который в прошлой игре Для Monolith Ну наверное Сделал Наибольшее количество Полезных действий Посмотрим Будет ли этот персонаж Здесь и сейчас Любопытно Кстати Может быть тоже Синергия с Keeper of the Light Там можно Стики на палмы Накидывать Практически без Кулдауна В общем Любопытно Любопытно будет Посмотреть на Пик Monolith Медуза у них Уже есть Кстати Отметим Что не гнушаются Команды Кор персонажей Себе забирать На первой стадии То есть Джаггернаут Который Предположительно Должен направляться Фармить Для Империи Медуза Которая В целом Наверное В мид Пойдет Ну вот Как-то так Ну Дарксир Забирают Себя Дарксир Ну Стяжечка Под Виллу Висп Тоже Неплохо Почему нет Стянуть Можно И под Какую-то Змею Медузы И под Задувку Котла И Вариантов Уже Много А что еще будет Там как бы два персонажа впереди Ну и мне любопытно посмотреть Так же как конечно Лич будет играть Поскольку Я если честно На просцене Лича редко вижу Он чаще всего в банах появляется Тут еще Гримстрол Когда пикивают Такая прям Кондовая комбинация Которая и в пабах Хорошо себя проявляет Ну на просцене соответственно Тоже будет неплохо Так вообще в идеале Мне бы надо Выписать Кто есть Кто в империи Поскольку К сожалению Ники у ребят Не настоящие И хочется знать Вообще Кто где играет На ком Как Почему И так далее Соответственно У Имперцев Если я все правильно помню Дримет Первая позиция Кодес Вторая Моден Третья Союз Четвертая И Блэк Архангел пятая Если я Не прав В чатике Меня можете Поправить Но опять же Дойдет это до меня Не сразу Потому что Задержка 5 минут На трансляции На данный момент Я успел на сей раз Попасть в лобби К счастью Нету этих 10 минут Или сколько там было В прошлой карте Ну в общем Более менее Так Все Всех я вроде написал Кто где играет У Монолита Я все равно не запомню Какой-то информации Серьезной нету Так что Здесь уж Извиняйтесь Клокверк На четвертый пик Для Монолит Он кстати Клокверк Куда Либо Дарксир Либо Клокверк Получается Четвертой позицией Предположительно Наверное Все-таки Клокверк Должен быть Саппортом здесь Четвертой позицией У него, предположительно, Хардленер к Гримстроку Сейчас можно какого-то добрать Из-за таких приятных Ну, вообще, как бы, Гримстрок С Бэтрайдером Могли бы Неплохо себя пролить Хускар вообще А Хускар, кстати, ну, теоретически Конечно, он может и в сложную пойти Но и в миде проявить себя неплохо Как-то так Ну и последние баны Последние баны Чем это все закончится у нас Соответственно, Монолит У них есть Медуза, предположительно, в центр Дарксир в сложную, им нужен Кэрри Если Медузу, опять же, никуда не будут свапать Тим Эмпайр Есть Джаггернаут в Леху Хускар пока не совсем понятно куда Но увидим это в скором времени В Дота ТВ Игры найти можно По герою То есть вы вводите В поиск героя, который есть на экране И ищите игру По этому герою Как вариант, может быть, у вас получится это сделать Или если у вас в друзьях есть кто-то из игроков По-моему Других вариантов тут нету Может быть, на трекдоте, если вы отыщите игру То там через это можно тоже попробовать как-то зайти А в целом Квалы Такие достаточно Несмотря на то, что открытые Они все равно достаточно закрытые, получается Так, по банам Минус Бистмастер И минус Вайпер Соответственно, Хускар, судя по всему, в мид от имперцев Кентавр в сложную, в связке с Гримстроуком Замечательная комбинушка С Лечом Джаггернаут тоже выглядит хорошо И в целом Пик имперцев мне нравится Единственное, что, конечно, будет любопытно Посмотреть, как Хускар себя по игре будет проявлять Как мне кажется, здесь есть чем его убивать Ну, в общем, любопытно Любопытно Будет на все это дело посмотреть Чем будут закрывать свой пик Монорит? Нужен им... Ну, кстати Имперцы, судя по всему... Судя по бану Вайпера Предполагают, что Медуза вообще отправится Фармить, наверное, потому что Вайпер Фармящий все-таки Такое сомнительное удовольствие А вот На центральную линию вполне себе неплохо Против Хускаров Особенности Так что Монолит сейчас задумались Не так много времени у них дополнительного остается Это Лайфстилер Это Лайфстилер Оставляет Медузу на центре И Лайфстилер будет фармить Ну, вообще, приятненько достаточно У него здесь есть возможность И бегать быстро на Сюрджа Дарксира И влетать через Инфест на Клокверке Возможностей для инициирования у Лайфстилера Здесь будет приличное количество Так, соответственно, что у нас получается Джиггернаут на первой позиции Хускар на второй Да, все так и есть Должен сейчас Моден забрать себе Кентавра И все будет хорошо Ну и, собственно, матчи, которые идут параллельно Их таких три Сейчас я их даже, может быть, вам попытаюсь показать Эти три матча Рикардо Флик против Тинсент Гейминг Это стак Алохи против Тинсент Гейминг Из известных мне там, ребят, Бомбадил Орбит Которых я где-то видел Дальше S-Delay и Ачин Сити и Спортс Здесь, сейчас посмотрим, есть ли кто-то Кого я знаю Это стак Скрина Ачин Сити и Спортс это стак Скрина Йонасон Фэнк, Юб, Пулер, Сергей Не знаю, кто такой Ну, да ладно S-Delay вообще никого там не знают И, соответственно, Mara Fly to Moon Про эти составы я уже говорил Да, ну и раз вы спрашиваете много Я еще быстренько скину в чатик Сейчас вам в целом таблицу Так, вот это можно сделать Так, ну и ладно Давайте смотреть за игрой Блок Архангел играет на Личе Моден играет у нас На Кентавре Грим Строк С Юж на Джаггернауте Катает Дрим И Хускар Получается Кодос Силы Света Тим Эмпайр Их оппоненты Силы Тьмы Артис на Лайфстиллере На Клокверке Сод На Дарк Сире Мастере Медуза Кстати, я не знаю Какой ник на самом деле У Медузы В прошлый раз был другой Сейчас Второй Вообще Это либо Джаду Карл Либо Васечка Получается Черт пойми Кто из них Кто Но ладно Уж тут Как бы Извините И ДСР катает На Котле Команда Силы Тьмы Монолит Так, ну и по линиям Смотрим Котл Шатталт и Бобрух Ну тут как бы Без комментариев Лайфстиллер Котл Будет линия Здесь пока что Трипла Вообще Наметилась Ну любопытно Кстати Ну я думаю Что Для Ферстблата Может быть Какого-то Ребята Попробовали Собраться Здесь Есть Вард Хороший Кстати Вардик Видит Здесь Лайфстиллера Видит Здесь Кипера Залайта Тут Аж Вчетвером Находится Имперцы Сейчас На центре Хускар Шороху Наводит Так Ну и пока Судя по всему Никаких серьезных Агрессивных действий Мы ни там ни там Не увидим Посмотрим Что по рунам Будет 10 секунд до рун Теоретически Здесь Можно попробовать Рунку Забрать Лич Но лич тут один Лича Бояться Бессмысленно Собственно Никто и не боится Да По две руны Поэтому коллективы Забирают По вижену Есть Обоюдные Варды На Центральной Линии И Реально Очень похожие Также Варды На Сложных Линиях У Рейдентов И у Дайр Здесь правда Спаун заблочен Вот как-то так Полетели Свиньи В чат Летают гуси На карте Доте Доты Летают Свиньи Ну и Действительно Трипла Действительно Трипла Получается У нас Грим Струк Лич И Джаггернаут Вообще Как по мне Очень злая Трипл Линия И тут Можно убивать Да за милую душу Любого Вообще На центре Тем временем Тут друг друга Похарасили Достаточно знатно Ребята Но вроде как Оба живы Пока что Полетела Еще одна Змея Не попадает Она Кодосу Тут вообще Корень не знает Тут пассивка Хилится Кстати по-моему Немножко Переагрессировал Тычка Еще одна И Ферстблот Как-то так Немножко Кодос здесь Переоценил Свои силы Ну и силы Даже скорее всего Своего персонажа В первую очередь Так Ну и Легкая линия Для сил света Которую мы с вами Особо еще не видели Здесь Ну вообще На самом деле Ну любопытно Мне кажется Кентавр стоять должен Без особых проблем Давайте Как-то так Происходит Да он конечно Проседает немного ПХП Там на топе Тем временем Пытаются убить Лайстилера Не очень Это удается сделать Пробили Лайстилера Заставят его Фласку использовать И Артас вообще Отсюда уходит Просто уходит Почему бы и нет С воплениями Я думаю что Дарксир уже Начальный буст Для себя получил С этой пачки Третий уровень И в принципе Он может уже И на топе Даже против треплы Как-никак Постоять С этими щитками Нормально На центре У нас как бы Не догорел Вообще Медуза Медузка 58 хп Фласка прилетает Все нормально Фласка должна быть Также и здесь Но нет Пока это только тангусы Пока только тангусы Флайт Я боюсь что нигде Не посмотреть Если честно Смотрите Тут любопытный выход Клок Дарксир Рядом также есть Лайфстилер Но кентавра Зацепить здесь Практически Не представляется Возможным Как мне кажется Слишком уж Этот парень плотный Хотя одна Единица брони Глядишь Может и пробьют Перетяжка Произошла сюда От блэка Архангела Также Видим что на Центр Приходит Клокверк Там Отдался вышке Мастере Клокверк Вышел В центр И это фраг Это фраг Очень крутой Выход от сода Здесь Прям Клокверк Молодец Ну и Медуза Опять же Медуза В лайнапе Против Хускара В принципе Чувствует себя Неплохо Да мы видим Что По количеству Фрагов Медуза Все хорошо По количеству Крипов Да здесь Превосходство У Хускара Но опять же Если Хускар Продолжит так погибать То Ничего хорошего На этой линии Не случится Для него Дальше Лайфстиллер Рейдж Прожал Кстати Рейджа нет Можно попробовать Теперь Лайфстиллера И забрать Даже Что тут По скиллам Был бы Синистр Гейс Может быть Получилось бы Как-то зацепить Хотя и так Глядишь Тоже пошло Замедление Выходит Блэк Архангел Но Артус уже В лесочек Спрятался И Не дает Запустить Тегобласт А тут Клоквер Клоквер Кастпоинт У батареек Теперь ноль Это то изменение Которое было В последнем патче Так что Вот так вот Пошли батареечки Сюда Задух По двоему Артус начинает Наваливать Но тут Ретелеет Подключил Кентавр Говорит Ну давайте Друзья Я в принципе Готов Встретить Все ваши потуги Меня убить Ну да Не так просто Кентавр Особенно с зарядом Ретелеет А тут кстати Сод Может сейчас Ошибиться Есть у него Коги Так что в принципе Наверное Смерти никакой Не должно случиться Здесь Артус Больно 200 хп Очень больно Синистр Гейз И рейдж Бежать отсюда Куда подальше И хватает Скорость Передвижения Для того Чтобы уйти И не достало Более лич Но получается Так что У нас тут Вообще Трипл линии Клоквер Хочет сделать Соло фраг Но гримстрок Тоже не так Прост Задухка Конечно Есть Клоквер Отправляется В таверну Еще Прохарасило Стропу Фейтом Котла Неприятно Достаточно Получилось Здесь У нас Забирают Котлов Так и Умер В итоге Обидно Вышла Дарксир Дарксир Ну здесь Интересно Забрал Вторую Empire Empire Ну да Два к двум Получается Пару Хотел Что третий Левел Здесь Себе возьмет Опять Кстати Стопнулись Линиями Ластилюр Ушел На топ Стоять Против Джаггернаута Но При этом Кстати Сами Имперцы Особо Никуда Линии Не трогали И мы видим Что в связи С этим Все хорошо Джаггернаут У него 35 на 12 Замечательный Крипстат У Кентавра 29 на 10 Тут все тоже Классно Кускару в миде Конечно Не очень приятно Но опять же Относительно Медузы Кстати Медуза тут Кажется Уген Сейчас Да Медуза Теоретически Могла бы Проражать Фьеррифайр И выжить Но теперь На линии Медузы Еще тяжелее Будет Поскольку Шестой Взял себе Кодос Теперь Будет прыгать На эту Медузу Несчадно Шестого Здесь пока Еще нет Кентавр Кстати Тоже Недалеко До шестого Уровня Можно было Попробовать Тут еще Застанеть Тарксира И теоретически Наверное Должны были Были бы Забирать А кстати Может быть И так Даже заберут Очень много Урона По мастере Тут правда Вовремя Включился Клоквер Не дал Оппонентам Забрать Собственного Хардлейнера Отхиливается С фласки Спокойно Мастери Дальше Стоять на линии Сможет Без особых Проблем Есть у него Солринг Собственный Реген здоровья Достаточно Большой Подстакать Хочет Еще Крепасов Здесь Крепасов Крепасов На топ Перетяжка Отсода Здесь Больно Артасу Но Забрать его Пока не получается Рядышком Кстати Также Есть Кипер Влайт Попробуют Убить Лича Здесь И Лич Кажется Должен Так Отправляться В таверну Да Есть Еще И задувка Хорошо Получилась Задувка Из отдела Джаггернаута Также Его Прохарасила Ну В общем Фраг Сделать Удалось Но Пока Стоит Джаггернаута Пятый У лайвстилера Четвертый Хускар Взял себе Только что Седьмой И Медуза Ну К седьмому Приближается Ну За счет Фарма В лесах Ну Как-то Так Ну И продолжает Здесь Бесчинствовать Дарксир У которого Тоже Буквально Со следующей Пачки Должен Шестой Уровень Появиться За Эту Наверное Шестого Не Получит Я Посмотрим Кстати Будет ли Утимейт Себе Качать Мастере На топе Задувка По Джаге Джага Тоже Близок К шестому Уровню В соло Он наверное Лайфстилера Не убьет Потому что Хотя Нет Опять же Если Лайфстилер Будет На таком Ло ХП Он его Убьет Без особых Проблем Тут Бойня Какая-то Котел Котлу Больно Котел Живет Последняя Тычка И тут Гримстрок И тут Гримстрок Все Грамотно Правильно Делает Пытается Каким-то Образом Разменяться Медуза Не получает Это сделать Ну кстати Если реально Бобруха На медузе То может быть Так и будем Называть Хотя Опять же Это инфа Не точная Я Не успел Посмотреть Во время Того Как лобби Было Да Собственно Если бы Джаги Пережил Хотя бы Омнислэш Он бы дальше Через рейдж Смог спокойно Уйти Но Потому что Раскрутка бы Не работала Через рейдж Оно Так не случилось И есть враг Есть враг Десятая минута Общую ценность Давайте включать Здесь С небольшим Тысячи Преимущество Сейчас На стороне Коллектива Империя Ну Тут Пытаются Загнать Так Центр На центре Медузе Больно Больно Очень Медузе Горит Медуза Шесть стаков Но не должна погибать Здесь Медуза Поэтому давайте на топ Здесь рискует Погибнуть сейчас Лайфстилер Минус Лайфстилер Задувка неплохая Но живет Джаггернаут пока что Сделает отсюда Кажется ТП Да Джаггернаут Сделал ТП И классно Получилось Фраг Створили Медузу В очередной Распространяли С линии Здесь еще и Дарксиру Пытаются объяснить Что Дружище Руны наши Давай-ка ты Не забирай Не твое Ну и очередной Выход От имперцев Планируется Хотя сейчас Уже они не столь Страшны По рунам У нас получается Три к одному Для империи Судя по всему Ну и в принципе Наращивают свое преимущество Относительно оппонента Видим что уже Четыре тысячи Все таки И лайфстилеру Необходимо Какие-то начальные Артефакты для себя Приобрести Пока видим Что вот в Мидус Хочет выйти Медуза тоже Персонаж Который в начале Конечно может фармить Через сплитшот Но вот прям В командных сражениях Какой-то Лютые силы Пока что не имеет Ну а здесь Попытка будет Кентавра Может быть загнобить Чтобы постанут кентавры Есть станут кентавры От одного Теперь на развороте Станут второго кентавра Хорошо Опустить сюда сода Пускают сюда сода Но нет Уже не хочется идти Хотя так Ретельеет Больно Очень неприятно Тут умрет Клокверк Рискует умереть Также еще и Тарксир Забрали бедного кентавра Дарксира Кентавр старший Живет Откатился как раз Ультимейт Ну и Тут надо Не умереть Мимо Мастер выживет Судя по всему Умирает Медуза Умирает Медуза В центре от Хускарт Играет Армлет Аккуратненько Ходос И собственно В Армлет Выигрывает Медуза Ну кстати Нет Вот когда Как раз Фуловый Лайфстилер Не получится Его забрать С умни слэша И даже С умни слэша И раскрутки Потому что Если все правильно Будет сделано Тяжело Ну как бы И бьет же Кентавр Пока вообще Ну Просто тэп аут Просто тэп аут И последнюю Не успел Тысячку сделать Дарксира Он хотел был Он же повернулся В сторону Кентавра Но понимал Что просто Не добежать ему К сожалению На центре Медуза Выход на нее От Джиггернаута Видят Медузу Есть Распрыжка Очень много маны В минусе Раскрутка Тоже имеется В случае чего Ману восстановили Живет по прежнему Медуза И пошла Как раз Та самая раскрутка Урона Должно хватать Для того Чтобы забрать Да Это серия убийств Для Дрима Все очень круто Было сыграно Здесь Не тратил Раскрутку заранее На всякий случай Чтобы Не было возможности Как то его Остановить В нужный момент И вообще На самом деле С каждой минутой Дела у Монолита Все тяжелее Тяжелее Становится Не так просто Получается Все это дело Сотворить Нашли здесь Еще и Котла Коту тоже Никуда не уйдет Лич конечно Дико неприятный Вот этот Синистр Гейс Он примерно На самом деле Как Шейклс От Давайте посмотрим Сначала за Джаггернаутом Не Он вроде выживает Как Шейклс От Шедушамана Но Кстати здесь Раскрутка Есть раскрутка И не успевает Котверк убить Своего оппонента На топе Одновременно с этим Лайфстилер Кстати практически Мидас уже Выформил себе Буквально там 400 голды остается Ну 400 500 А здесь Хускар И видят Этого Хускара На скане Спалили Хускара Но стоит в арт Также неплохой Хускар Пошел сражаться С Артусом Есть ультимейт От Кентавра Неплохо И в итоге Забили до смерти Здесь Лайфстилера Забьют до смерти Кстати кажется Здесь еще и Рошана Специально Аккуратненько Отошел Гримстрок Чтобы Рошан Не клэпл Лишний раз И на 14 Минуте Забирает себе Эгиду В инвентарь Приятно получилось Ну а снизу Тем временем Продолжает сплитить Дарксир У Дарксира Все неплохо Относительно Остальных его Союзников Первый Метворс Дальше идет Медуза В команде Силтьмы Здесь До каких-то Артефактов Еще приличное Количество денег Нужно А здесь И Хускар Готов сражаться И Джаггернаут Готов сражаться В общем все В случае чего С удовольствием Напихали бы Оппонентам По самое В общем Куда может Балдахангл Здесь умирает Но на развороте Могут погибнуть Хотя нет Хускар 1 Так остался Вот сейчас Только подходит Сюда Гримстрок Неплохо Кентавр Тоже здесь Станчик Полетел Также Ультимейт От Джаггернаута Мастери Погибает Сот Рискует тоже Умереть Отъезжает Сот Здесь Ставший Хускар После Аегиса Ну и Это Минус 3 В размен На Аегис И Одного Лича Судя по Всему Если я Все правильно Понял Давайте Посмотрим Да Так и есть Еще плюс Тысячи Для Имперцев Забирать Они скорее Всего Должны Здесь Также Еще Т1 На нижней Линии Тем Самым Еще Больше Своё Преимущество Обозначая На этой Карте Оно И так Между прочим Более Десяти тысяч По голоде На 16 Минуте Что Согласитесь Цифры Приятные А помимо Всего прочего Забирают Сейчас По моему Чуть ли не Все 4 руны Империя 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 Да 4 руны Забрали Это прям На 15 Минуте Тоже хороший Бонус К золу Касательно Параллельных Матчей Я просто Смотрю На вот Эту Битву И понимаю Что Она Может Надолго Не Затянуться Если Честно И Возможно Я Попытаюсь Отыскать Где-то В Дота ТВ Параллельные Матчи Для того Чтобы Посмотреть То есть Либо Флай Ту Мун Либо Стак Алохи Которые Вы Прям Постите Посмотрим Это Серия Бест Оф Один Следующая Бест Оф Три Сот Ну что Заход на Хайграун Что Ли Крип Скипет У нас Сот Крип Скипет Есть Мастер Который Этим Может Заниматься И пока Что Отойдут На самом Деле Все Вот Эти Перемещения В них Особо Не Участвует Лайфстилер У которого Уже Появляется Мидос Гримстрок В невидимости Ну Команду бы сюда Команду бы сюда Переключаются На Медузу Медуза персонаж Которого убить Явно попроще Сайленс Первая Тычка Вторая Тычка Не успевает Кажется Подключить Или Мана Не хватает Да Это минус Можно было Попробовать Стонгейз Подрубить И улететь Но судя по всему Ману очень быстро Сбили Не было такой возможности На центре При этом Артес Тут Кукшот Неплохой Блэк Архангела Минус Блэк Архангел Артес пытается Сражаться Но понимает Что пока что Не по шансам Хотя вместе с Клокверком Может быть И получится Что-то сделать Но опять же Подключенный Ретельейт И забрать Кентавра Здесь не должно Получаться Абсолютно никак Кто-то просто Включает Стампид Убивает Лайфстилера Ну и Здесь одновременно С этим заходит На хэгграунд Уже Хускар Видит Клокверка Клокверк Ну кажется Погиб Да Минус Клокверка Тут же Байбэк Ставится стена Неплохая задувка Но урона не хватает Урона не хватает Опять же Это просто для того Чтобы вам прямо сейчас Не разрушили Т3 Не Т3 Так Т2 Думают имперцы И собственно Приключается на центральной линии Где-то два вышка Как раз еще стоит Ну на самом деле Вот этот Кентавр С Риталиейтом Это что-то Невероятно неприятное С ним сражаться Пока вообще никак не удается Ребятам из Монолита А теперь Кентавра Этого пробивать будет Еще сложнее У него появляется Кримсон У него есть Худ ПТ Брейсер Ну короче 2500 хп И дополнительное сопротивление Магии Ну в общем Из него Великая неприятная Клоквер здесь загулял Неприятность в том Что Клоквер просто Байбека Хотя может попробовать Он убедить здесь Гримстроука Но очень грамотно В этом плане Сыграл Хускар Он подлетел На ультимейте Прожал Нерф Файр И Все стало хорошо Откинул куда подальше Клоквер А тут Парой батарей Не попал Гримстроу Гримстроу Как-то так И работает Дартас Не смог Здесь Никак докопаться Лич Опять же Синистаргейс Там буквально Секунду откатывался Так может На развороте Получилось бы что-то сделать Ультимейт От Джиггернаута Минус Котл Вообще На самом деле Пока это Выглядит Как прям Развал Потому что Немножко Жадный пик Получился У ребят Из коллектива Монолит На сей раз Не смогли Они реализовать Медузу Тяжело Будем дальше Что-то выфармливать Лайфстилеру Ну в общем В целом Пока ГГ не прописывается Хотя опять же Это 16 тысяч Денег Которые Ребята Не дофармливали Относительно Оппонента На Двадцатой Минуте Лайфстилер Подновременно Клок Вырывается Артас Пошел на разворотик Гристи Кентавра Тут просто прожимает Ультимейт Есть Виллоу Висп Неплохо Хороший кстати Виллоу Висп Разбить его так Не получается Скомбинили все это С Медузой Уже Минус 3 Хорошо А дальше А дальше Не сбить Пока По Кентавру Да Но Дракт Шикарная Да Выжил Джаггернаут Да Выжил Кентавр Но Посмотрите По деньгам Больше Двух тысяч По итогу Получили У нас Игроки Команда Монолит Две руны Они тоже Должны Забирать Из четырех Бонтосинок И Ну Если Если Так Все Это Комбинировать Если Будет Получаться Хотя Бо Еще Разок Другой Все Это Провернуть То Глядишь Какая-то Ситуация Камбэка И возможно Ну и опять же Лайфсиллер В этой драке Принимал Участие Он В ней Не умирал Нидос Используется Уже Близится Покупка Армлета Хотя Опять же В какой-то момент Артис может подумать Что раз денег много Раз я не умираю Все хорошо Может Радик Доварить У Кускара Уже имеется Алибарда Тем временем Вообще Алибарда Это Против Лайфстиллера Ультимативная Такая штука Да и Против Медузы Тоже Хороша Будут продолжать Понятное дело Имперцы давить Не давать возможности Оппонентам Оправиться Не давать возможности Нафармить необходимые артефакты Там и у Дарксира Тоже потихоньку появляются Уже полезные вещи Выход в пайп Планируется Но в общем и целом Пока Конечно До артефактов Еще нужно Некоторое время Пофармить А этого времени Могут не дать имперцы Прямо сейчас Артис Неприятно Как получилось Впрыгнул сюда Клокверк Который хотел Подсейвить Собственного Лайфстиллера По итогу Полетел чайник И вместо того Чтобы просто Остановиться на Лайфстиллера Чайник полетал По двоим Конечно Подставил Немножко Солод здесь Своего Тиммейта Так получилось Но Из лучших Побуждений Бешеные Фотопульты Так Ну и что Одной стороны Нету сейчас У монолит На вторую Судя по всему Имперцы пойдут Сразу после того Как заберут Рошана Рошана Достается Дроп с Рошана Достается Кодосу Что по Сыру Сыру джаггернаута Все нормально По двум Корам Два дропа Разделили И хорошо Дарксир 15 уровень Есть Кримсон Есть Доминатор Выход В пайп Планируется Ну на самом деле До пайпа Может не дожить Здесь мастер Потому что Очередной заход На хайграунд Джаггернаут У него Ультимативная Есть Прыгает он Замечательно С этой ультимативной Но Вилу виск Вилу виск Кстати Ошибочный Они Они все Отдали Зачем они все Отдали В иллюзию Неужели они Надеялись Что это Настоящее Но это Это возможно Уже такой Тильт Немножко Или я не знаю Как правильно Назвать В общем Ошиблись Сейчас Знатно Ребята из Монолита За что Скорее всего Будут наказаны Второй стороной И предположительно Может быть Даже игрой Хотя конечно Настреливаетесь Медуза Неприятно По оппонентам Но опять же Забрать кого-то Особо не получается Потихоньку Падают Также и бараки Внимание Особо на Лайфстилера Тоже не обращают За контроль Для Лайфстилера Есть у того Байбэк Байбэк Лицо будет сражаться До конца У Медузы Заканчивается Мана Разменивают Медузу На дропа Егиса У Скара Очередная Задувка летит Но тут Тяжело Что-то сделать Видим что Скар под броней Вообще Никого не боится Влетает сюда Также еще И кентавр Варранер Мана будет Буквально Через секундочку Можно будет Кого-то Застанить В итоге Мастери Стан получают И уже Под Т4 Забирают Своих оппонентов Имперцы Понятное дело Что игра На этом По большому счету Должна заканчиваться Хотя Могут сейчас Как-то задавить Неаккуратно Решать Выкупиться Кстати Хускар И вы посмотрите Если Хускар сейчас Пошел бы через руну Он увидел бы там хосту И он находит там хосту Но уже Гудгейм Прописывают Оппоненты И имперцы Оказываются В полуфинале Открыты Квалификации Старладер Майнер Что ж Любопытно Любопытно Первая команда Которая Победила здесь Как я вижу Остальные матчи Пока еще идут Сейчас я Попытаюсь Может быть Каким-то образом Найти Матчи Ребят Из Стака Алохи Или Флай ту мун Посмотрим В любом случае Пока небольшая пауза На финальный матч Мы тоже с вами здесь Остаемся Но Прерываемся Для того Чтобы вы отдохнули А я поискал Матчи Те которые Сейчас еще Идут Вот такие дела Продолжение следует